добрый день здравствуйте я всех приветствую на моем прямом эфире сегодня он посвящен коррекции гелевых типс предыдущем эфире мы выполняли наращивание работали с гелевыми типсами форме арочный квадрат и у нас было очень много запросов именно на коррекцию как выполнять коррекцию сегодня я хотела бы показать какие нюансы и особенности работы при коррекции также мы будем с вами работать новой коллекцией гель-лаков коллекция называется last in time приготовила вот такую палитру цвета в глянцевом матовом варианте красивые осенние глубокие и выполним дизайн при помощи декорации такие тоже из осенне-зимней коллекции шермиконы также ими сегодня поработаем так это пока убираем в сторону непосредственно с типсами сегодня мы работать не будем так как мы в предыдущий раз при помощи этого материала выполняли наращивание сегодня будем работать именно коррекцию будем выполнять здесь мы уже поработали сделали вот такой ноготок в предыдущем эфире в инстаграм сейчас на соседнем пальчике я покажу конечно у нас сейчас отрастание произошло не на одну треть да не так как клиенты 4 недели проходили но тем не менее ноготок отрост до ногти ушатывались выполнялась генеральная уборка то есть довольно таки активно работали пользовались ручками так начинаем мы нашу процедуру с обработки очищающим спреем рук мастера рук клиента по технологии работаем и дальше приступаем к тому что убираем длину чрезмерную длину свободного края я не случайно взяла фрезу керамическую потому что хочу показать что материал достаточно твердый он очень хорошо держится прекрасно стоит но даже керамической фрезой можно работать можно убирать длину и работать по поверхности хотите твердосплавом пожалуйста я привыкла керамикой работать и в совершенно мне ничего не мешает это делать длину убираю фиксирую пальчик клиентом и начинаю убирать длину непосредственно упираюсь в торец вот мелкая пыль которая летит это гель на поверхности сам типс опиливается вот такой длинненькой стружкой не летит в лицо стружка это цельненькая но тяжелая и на стол все сразу падает убирается вторым этапом сейчас у меня запрос я буду убирать длину где-то на одну треть и давай сравним сильно не убирают так как нам потом еще с этим материалом работать дальше тоже будем дизайн потом выполнять поэтому убираем не полностью разницы никакой не до чтобы на одну треть убираете что максимально наполовину и дальше начинаю понижать толщину материала убирать цвет уже непосредственно с поверхности также я работаю фрезой керамической двигаешь сверху вниз сначала убираю цвет после того как цвет убрала в центре я проработала обязательно я посмотрю в торец на толщину материала по поверхности и при необходимости излишки уберу по поверхности сейчас продолжаю работать с цветным покрытием убираю его по боковой поверхности спускаюсь плавно приближаюсь границы гель натуральный ноготь также фрезу аккуратненько дорабатываю там где мне фреза керамическая позволяет далее разворачиваю пальчик клиента и не меняя реверса прорабатываю боковую поверхность с другой стороны убираю статки цвета дизайн предыдущий работаю без давления чтобы поверхность у меня оставалась максимально гладкой оттягиваю валик боковой там где мне фреза позволяет я дохожу убираю керамической фрезой далее повторяю изгиб по поверхности также убираю толщину материала и зачищаю границу гель натуральный ноготь при таком снятии я не травмирую натуральный ноготь я просто плавно к границе приближаюсь фреза у меня двигается и работает исключительно по искусственному материалу плавненько без давления повторяя изгиб далее мы посмотрим на поверхность в общем то толщину особо здесь можно тут по торцу чуть-чуть можно доработать фрезой я вообще не люблю повторно потом например опиливать еще пилочкой тратить на это время поэтому не случайно выбираю на керамическую фрезу вот взяла керамику максимально прошла по поверхности сделала ее гладкой ровной без каких-то кочек ямок и все дальше уже могу дорабатывать начинать работать с маникюром так излишки опила со стола убираю еще раз повторяю что смотрите твердой стружкой снимается типс легко без каких-либо усилий и гель на поверхности опиливается в мелкую пыль то есть каких-либо сложности при коррекции при снятии полном у нас не возникает далее я приступлю к аппаратной обработке отодвигаю кутикулу предварительно вот у нас птериги тут такой хорошенький отодвигаю кутикулу дальше в работу я беру каплевидную фрезу с алмазным напылением выставляю в обучение онлайн добавят урок по гельевым типсам да я думаю что конечно же мы со временем его обязательно добавим беру каплевидную фрезу завожу носик под задний валик здесь у меня у клиента очень хорошо наросло активно пузиком фрезы опять таки я касаюсь там где у меня еще есть гель не до натурального ногтя валик боковой на себя натягиваю со стороны валика бокового я прохожу и прорабатываю пазух около ногтевой и опять таки там где есть у меня остаточки цвета легким движением без давления проходим немножечко также делаю упор на то чтобы поднять задний валик и истончить его внутренней стороны при помощи фрезы обработала левую сторону не меняя реверса я разворачиваю пальчик клиента натягиваю на себя боковой валик сразу делаю слегка подкручивающие движения вывожу ама залилась тут же зашлифовываю и также где у меня есть сухость в пазухе я как бы проваливаю сюда носиком и дорабатываю фрезой убираю остатки цвета остатки перед я еще раз подкручиваю и зашлифовываю все это делаю одной фрезой носиком плавно подхожу делаю такие движения скругляющие плавно подхожу под правый синус там где у меня было много с чем поработать фрезой двигаюсь сверху вниз а пальчик вот таким образом прокручиваю дорабатываю еще немножко носиком без давления и остатки цвета также убираю изготовлю ноготок к классической коррекции возвращаю подтягиваю дальше следующим этапом я беру фрезу безопасную и безопасной фрезой прорабатываю в складках заднего валика безопасной фрезой работаю на скорости 18-20-22 тысяч оборотов то есть скорость у меня выше чем при работе с каплевидной фрезой носик фрезы завожу под задний валик фрезу укладываю на поверхность ногтевой пластины и без давления поглаживающими движениями я просто выравниваю выглаживаю поверхность ногтевой пластины именно под кутикулой под задним валиком с одной стороны прогладила развернула на бочок и подхожу к правому синусу также дорабатываю безопасной фрезой и также слегка приподнимаю задний валик вот таким образом раскрываю почищаю у меня осталось немножечко кутикулы я никогда не режу очень много не срезаю прям до живого то есть моя задача вот этот кантик небольшой доработать дорабатываю его шаровидной фрезой с алмазным напылением с красной насечкой это фреза мягкая работаю сейчас где-то на десяти тысячах оборотов можно чуть-чуть побольше здесь регулируйте по коже по качеству кожи насколько она грубая или нет сразу шариком я немножечко подшлифовываю по боковому валику здесь да чуть-чуть устанавливаю фрезу центром к заднему валику делаю возвратные движения такие туда-сюда и формирую гребешок по заднему валику еще раз на бочок гребешок начинаю формировать в той части где у меня кутикула начинается ее здесь не очень много да вот у меня небольшой гребешок сформировался и теперь движениями такими подсекающими я начинаю ее снимать фрезу стараюсь устанавливать в то место где у меня кутикула начинается также этой же шаровидной фрезой я могу потом что ага поправила и также потом буквально точечными такими движениями я прохожу этой же фрезой еще немножечко шлифую если есть необходимость окончательную шлифовку можно доработать еще карбидокремниевой кремниевой фрезой серенькой серая зеленая есть сейчас покажу тоже очень хорошо можно финишный вариант зашлифовать можно потом по маслу то есть тут тоже уже выбирайте так я сейчас не буду дорабатывать еще по маникюру по какой причине потому что после выкладки материала мы еще будем опиливать единственное что мне не очень нравится вот здесь в пазухе поэтому я возьму каплевидную фрезу и буквально чуть-чуть вот эти трещины в зоне в ростах ногтевых буквально немножечко еще подшлифую готово ноготок наш готов покрытие мы сняли аппаратную обработку мы выполнили следующим этапом ноготь необходимо обезжирить обезжириваю я его при помощи евроклинсера от свободного края под кутикулу полностью обезжирила смотрите какой нюанс мы видим что у нас со стороны свободного края отрос натуральный ноготь с внутренней стороны мы на ручку переворачиваем если вы видите там остатки предыдущей базы остатки в месте крепления мы можем доработать вот дорабатываю просто фрезой конусом я ничего не выпиливаю просто границу тут немножечко защищаю выравниваю у меня было чисто с внутренней стороны вот таким образом так ручку перевернули все обезжирили излишки опила полностью везде убрали так и далее мы начинаем выполнять подготовку для классического моделирования в первую очередь это у нас nail prep так как нам необходимо ногтевую пластину дополнительно обезжирить я наношу nail prep и даю ему испариться на воздухе это дегидратант при испарении на воздухе он выводит остатки влаги масел из натуральной ногтевой пластины далее следующим этапом используем ультрабонд это грунтовка праймер который нам необходим для создания клеевого слоя можно так хаотично по всей поверхности протянуть можно нанести только в зоне где у вас натуральный ноготок даем испариться ему также на воздухе в течение минуты двух при коррекции не пересушивайте сильно ультрабонд потому что если больше 30 минут на воздухе он у вас находится он начинает терять свои свойства поэтому с ультрабондом такая золотая середина нужна и чуть-чуть подсушить и не дать ему сильно пересохнуть следующим этапом наносим супербонд это базовое покрытие для классических нерастворимых гелевых систем базу наношу тоненьким слоем с отступом от кутикулы просто тоненько растягиваю по поверхности растянули с одной стороны уложили и протянули по боковой поверхности с другой стороны сильно большая толщина нам не нужно кисточка такая достаточно объемная материала много поэтому излишки я прям хорошенько хорошенько счищаю и отправляю ноготок на просушку время полимеризации 2 минуты когда вы работаете в конверном варианте у вас конечно же досыхают пальчики если работаете быстро можете сразу на 4 наносить 4 и 1 то есть тоже как для вашего удобства далее для того чтобы выстроить архитектуру на поверхности мы будем использовать монофас лед гель это скульптурный прозрачный гель для моделирования гель универсальный и можно моделировать как в зоне свободного края выполнять удлинение так и выстраивать архитектуру полностью на поверхности в данном случае свободный край у нас уже сформирован при помощи типс гелевых арочный квадрат типс достаточно большого количества здесь большое количество у нас в упаковке 120 штук их они уже доступны у нас и на эми шопы и у представителей по регионам стоимость данного набора 810 рублей вот этими типсами мы выполняли в предыдущем эфире выполняли моделирование типсу подбирали по размеру по ширине ногтевого ложа фиксировали здесь короткая контактная зона в зоне свободного края и сверху выстраивали архитектуру базы гель-лак нельзя можно по поверхности выстраивать базы гель-лак обязательно соблюдайте все архитектурные параметры то есть по поверхности у вас должна быть хорошая четкая архитектура с наполнением боковых поверхностей потому что ноготок при отрастании в стрессовую зону уходит получается у вас тоньше плюс вы фрезой работаете снимаете поэтому на архитектуру обращайте особое внимание можно файбер базы по поверхности работать можно просто гель-лаковой базой с хорошим обязательно с хорошим укреплением ноготок подсох подсушили мы базу и теперь дальше при помощи кисти здесь у меня сейчас лепесток номер 6 я набираю небольшое количество материала да видео можно позже посмотреть можно видео посмотреть эфир сохраним и обязательно его загрузим твини и гель-лак вы имеете ввиду или гель в принципе и то и то можно сейчас не нравится мне пузырь я выложила небольшое количество геля на поверхность в центре и начинаю его выстраивать в отросшую часть с ногтевой пластин видите отслоек вообще нет конечно типсы в этом плане безумно хорошо стоят при колоссальной нагрузке очень хорошо в зоне кутикулы вообще отслоек никаких нет поэтому коррекция занимает в принципе минимальное время с минимальным количеством используемого материала то есть материал мы используем по минимуму я достроила недостающую часть в зоне кутикулы и теперь просто протягиваю материал протягиваю растягиваю его по поверхности растянула сейчас перевернем с центруем у меня достаточно наполнен ноготь то есть здесь мне супер выстраивать не нужно естественно если у вас ноготок отрос чуть больше возьмете материала чуть больше дополните сформируете точку апекса то есть обязательно архитектурные параметры у нас никто не отменял обязательно должна быть четкая хорошая архитектура потому что арочные типсы имеют короткую контактную зону то есть это просто у вас альтернатива постановке формы вы избегаете постановки одноразовых форм все остальное моделирование абсолютно по всем скажем так правилам и канонам классического моделирования можно посмотреть в записи прошлый эфир прошлый понедельник по наращиванию да спасибо вот Юля мне подсказывает что можно в записи посмотреть гель не течет хорошо самовыравнивается хорошо ложится выстроил архитектуру по сбоку можно посмотреть эти ноготок хорошо наполнен можем сушить время полимеризации также у нас две минуты работали мы гелем монофаз монофаз делали для того чтобы мы в дальнейшем просто будем эти ноготочки использовать дизайны будем на них выполнять то есть нам нужна прозрачная основа если у вас нет задачи оставлять прозрачную основу пожалуйста вы можете пользоваться любым любым материалом можно архитектуру выстроить тем же там софт пинком например вот у меня под рукой можно софт пинк использовать можно использовать софт нут можно использовать гели в баночках можно во флаконах с кисточкой то есть работайте тем материалом которым вам удобно у нас есть хорошая жесткая основа у нас есть хороший каркас в виде гелевых типс арочный в форме арочный квадрат а поверхность вы уже выстраиваете такую какую вы хотите так далее мы после просушки ногтевую пластину обезжириваем и уже непосредственно приступаем к пилу поверхность обезжирили типси такие стоят 810 рублей они доступны на имишоп и у представителей кто-то пишет 800 810 я упираюсь в торец пилочка для искусственных ногтей абразив у пилочки 100 на 180 единиц выравниваю торец и открываю толщину торца изгиб мы длину убрали юль давай еще вот в таком ракурсе не видно ну-ка переверни вот видно изгиб у нас сохранился на какую базу типс мы фиксируем либо на базу макси либо на базу медиум из гель-лаковой системы по короткой контактной зоне так приступаем к пилу я пилу начинаю с того что выравниваю толщину торца так как по поверхности я выкладывала скульптурный гель естественно в торце у меня толщина увеличилась опиливаю сначала одну боковую поверхность плавно перехожу в центр при этом при опиле я смотрю в торец левой рукой двигаюсь такими одинаковыми симметричными движениями сверху вниз полностью работаю все пилочки работаю с торцом слегка выравниваю подтягиваю боковые параллели чтобы боковая параллель у меня свободного искусственного была прямым продолжением боковой линии натурального ногти вопрос хардбаза или раббер это вопрос на что ставить или чем сверху моделировать сверху моделировать можете хардбазой можете файбербазой с хорошим укреплением с соблюдением архитектурных параметров можно и хард использовать и файбер если вопрос про фиксацию то фиксировать нужно всю архитектуру то есть прикреплять не архитектуру девочки а прикреплять контактную зону сам тип ставить на гель-лаковую систему медиум и макси база это продукты растворимые то есть это гель-лаковая база она не жесткая она растворимая за счет этого она имеет хорошую адгезию она имеет хорошую фиксацию и прикрепление к натуральной ногтевой пластине база гель-лаковая вся абсолютно пористая потому к ногтевой пластине очень хорошо прикрепляется обращаю внимание что я пилочкой не дохожу до зоны кутикулы так как у меня гель абсолютно ровно он хорошо моделируется хорошо выравнивается здесь нет никаких ступеней то есть проблем никаких с гелем в зоне кутикулы нет поэтому я его просто опиливаю уже зачищаю эту границу гель натуральный ноготь блеск убираю при помощи шлифовщика выполняю шлифовку по поверхности также всей плоскостью завожу под кутикулу именно для этого я сильно не пилила в зоне кутикулы потому что и опил мы выполняем и шлифовщиком потом дорабатываем если вы допилите до непосредственно там живого голенького мяска конечно уже клиенту будет больно тебе не больно? больно отлично так я зачистила границу гель натуральный ноготь зашлифовала его по поверхности тут в торце сейчас доправлю не очень мне нравится немножечко подтягиваю к торцу повторяю шлифовку далее мы можем для доработки именно маникюра мы можем нанести на ногтевую пластину на зону кутикулы можем нанести кутикулу римовер и сухость уберет и следы опила уберет прям кисточка хорошенько под задний валик можно с внутренней стороны нанести наношу кутикулу римовер вообще время выдержки римовера две минуты для того чтобы он хорошо растворил нам сейчас просто опил нужно убрать можно взять палочку апельсиновую можно продублировать просто вот таким образом именно пыль убрать из складок заднего валика и из пазух для того чтобы у нас был чистый красивый ноготок салфетка сейчас у меня влажная под руками влажной сухой тоже выбирайте сами полностью опил я весь убираю чтобы он мне в дальнейшем покрытии не мешал убрали опил так да девочки базы гель-лаковые фиксируем типс фиксируется на гель-лаковую систему либо база макси либо база медиум как вам больше удобней макси по вязкости чуть погуще медиум более жидкая но комфортной консистенции и очень хорошо типс фиксируется именно на гель-лаковые системы сверху скульптуру мы с вами выстраивали монофаз лет гелем это скульптурный прозрачный многофункциональный гель это жесткий гель он нерастворимый по поверхности мы его опилили зашлифовали и доработали так где мои цвета дальше я буду использовать в работе осень осень зима коллекция last in time она называется очень красивые цвета глубокие самый светлый цвет здесь 389 с красивым шиммером тоже нежно смотрится в сочетании ну и в сам по себе и в сочетании со всеми представленными вариантами цвета и также мы будем использовать шермикон номер 219 уютная осень он называется с красивыми и здесь есть и листья такие сердечки то есть он вот разноплановый очень геометрические есть элементы с золотом с черным с белыми с белыми словосочетаниями то есть ну прям очень много дизайнов можно с этим шермиконом выполнить так ну цвета что мы там 391 брали 393 392 если ноготь грифозный можно его поднять акригелем а потом вазу и типс если ноготь грифозный поднять акригелем смотрите у вас на акригеле не будет типс держаться это прям вот сто процентов мы очень долго их тестили наверное года полтора с ними работали прежде чем выпустить их и пробовали фиксировать на разные варианты вот на гель-лаке она очень хорошо держится если вы добавите слой акригеля на него установите типс он у вас потом может просто сколоться знаете это как вот верхняя форма сколется а у вас там глянцевая поверхность будет он просто отщелкивается и все поэтому скорее всего на акригеле держаться не будет конечно это вариант я и в предыдущих эфирах говорила еще раз хочу повторить это не для всех девочки не для всех это касается и гелевых типс в форме арочный квадрат это также касается и у нас есть гелевые типсы стилет здесь у нас короткая контактная зона требующая полноценного моделирования полноценной коррекции здесь у нас готовый вариант ногтей только на гель лаковую систему на гель лаковую базу ставьте это решит много проблем так ну мы сейчас начнем цветом покрывать еще если есть какие-то вопросы задавайте три варианта цвета я взяла будем хаотично выполнять покрытие цветом просто таки сделаем цветовые пятна цвета очень плотные кстати в один слой даже они очень хорошо ложатся я просто сейчас смазнула кисточкой ой и все немножко выровняю так произвольно как легло единственное что линеарной кисточкой по боковой линии доведу чтобы ровное наполнение цвета так если есть там вопросы нет нет я написала стоимость гель-лаков можешь проговорить 6 миллилитров 3 850 9 миллилитров 4 990 также есть по штучка 9 миллилитров 700 рублей подсушиваем на то есть несколько вариантов несколько форматов есть 6 миллилитров 2 литров 9 у меня садится телефон где моя зарядка готовые гелевые типсы они идут я выключилась почему зарядка вставила и что все пошло все пошло уже ты меня перепугала девочки готовые гелевые типсы их также в наборе 120 штук нет ну спроси спроси там напишите мне пожалуйста сейчас меня кто-нибудь видит или только у юли выбросила нормально я просто телефон не начал садиться включила зарядку и что-то мне тут логнуло все гелевые типсы 120 штук их здесь также стоимость 810 рублей по стоимости они одинаковые они одинаковые что меня выбрасывает одно и то что показывает пишут тебе что-нибудь нет мне ничего выбрасывает и все с эфиром что делать не знаю но ты пока рассказывай может что-то напишет видно тебя так ну девочки вы мне по-прежнему напишите видно меня или нет не пойму что произошло у меня или это у нас что-то произошло давай пока никто не пишет никто не пишет да выключаем заново а все зависает сильно очень девчонки ну максимально и вайфай у меня работает отключено все полностью ну идет так немножечко мы прервались наслоение цвета одного на другое сделаю видите плотные цвета очень вот мы сверху будем декорациями это все перекрывать поэтому какой-то супер тут выводить супер ровности нет единственное что я сделала цветами просто перекрыла ногтевые в росту чтобы при отрастании так в глаза не бросалось спасибо большое девочки спасибо что написали видите слышать это прекрасно классное сочетание такое очень осеннее актуальное сочетание с грибами новые тоже фишечка этого сезона такие принты они у нас сейчас везде будут присутствовать и в одежде и в аксессуарах так давай так что-то замолчали все в общем информация разница да немножко добавляем еще еще один цвет значит что хочу хочу кусочек пустить слышно и видно тоже тоже так завели немножечко видите из-под кутикулы сделала такое пятнышко еще небольшое можно в принципе провести еще больше то есть тут на ваше усмотрение вот я прям линярочкой аккуратненько аккуратненько имитирую тоже часть вот из-под кутикулы завела видно сушим подсушиваем в хаотичном порядке использовала фольгу немножечко отпечатать можно дополнить это по поверхности уже потом вот у нас есть например дизайн матовым топом перекрыть можно импасту использовать предыдущий ноготок сделали предыдущий ноготок у нас в глянцевом варианте этот мы сейчас сделаем матовым ну-ка дай попробую прям на дисперсию не прилипнет так ультрабонд чтобы быстро слои лишние не добавлять я прям беру ультрабонд наношу подсушиваю и в хаотичном порядке на ультрабонд видите раз и мне и все отпечаталось если много где-то можно чуть-чуть такие продирания сделать в общем тут фантазия уже все в ваших руках подсушили чуть-чуть буквально три секунды перекрываем топ теклосом тоненько сейчас топ теклосом я перекрою его сразу под кутикулу подзаведу чтобы все таки у меня ровная поверхность была аккуратно аккуратненько перекрываю перетягиваю всю поверхность топ теклосом для того чтобы уже шерми кончики по поверхности распределить все перекрыла топ теклосом и сушу 60 секунд просушиваем использовали коллекцию last and time осенне-зимняя коллекция и сейчас к ней добавим такие шермиконы шермикон номер 219 уютная осень называется очень удобно такое сочетание и черного белое золото бронза то есть на любой вкус и цвет очень полезный на мой взгляд шермикон теклосом я перекрыла давай и уже можем добавить какие-то элементы можно использовать геометрию вот у меня часть прозрачная буду сюда вот так использовать также можно добавить так можно добавить листочки опять-таки надписи так вот 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 так как легло добавляю надпись сверху шермиконы я перекрываю топ-теклосом и сушу нафиксируем их по поверхности поверхности сейчас выровняю можно перевернуть сцентровать выполняли коррекцию гелевых типс я думаю что хотелось бы да чтобы пришло понимание что нет никаких сложностей нет никаких проблем при работе в коррекции с этим материалом все прекрасно опиливается это несложно напильник нам не нужен взяли обычную фрезу которую мы используем в работе ежедневно каждодневно убрали длину и выполнили классическую коррекцию по поверхности так просушиваем и финишное покрытие выполним при помощи топа вельвет топ вельвет и опять таки если хотите можете сверху какие-то декоративные элементы выделить тем же самым тегласом так и использовали коллекцию last in time использовали шермиконы номер 219 и корректировали сегодня гелевые типсы при помощи которых мы предварительно выполняли наращивание топ вельвет выполняют топ вельвет финишное покрытие можно взять линейную кисточку если обычная кисть не достает можно выполнить покрытие прям под кутикулу топ завести в принципе у нас тут хорошо легло валик я оттягиваю около ногтевой прохожу по поверхности сильно толсто не делаем немножечко где нужно где нужно немножечко выравниваем и сушим если есть какие-то вопросы у вас пишите эфир мы обязательно сохраним я думаю что мы сейчас по гелевым типсам еще много чего будем проводить если у вас есть какие-то пожелания также в комментах пишите что бы вы хотели еще увидеть какие вопросы у вас по гелевым типсам есть я с удовольствием с вами пообщаюсь в прямом эфире и в контакте и в инстаграм и учту ваши пожелания поставлю темы подсох ноготок до конца он не просушился конечно же но вот получился такой вариант матовый вот мы выполнили коррекцию на двух ноготках в матовом варианте в глянцевом делали коррекцию на гелевых типсах арочный квадрат арка у нас поперечная размер поперечной арки у нас сохранился я показываю арка у нас идентична то есть конечно это не конкурсные ногти это не конкурсная арка но с хорошим одинаковым изгибом на всех ноготках поэтому почему бы и нет такой вариант имеет место быть спасибо всем большое за эфир так что присоединяйтесь жду ваших комментариев всем хорошего дня девочки всем пока